Всем привет, мои дорогие зрители! С вами Ориона и Ark Survival Evolved! Как я и говорила в прошлой серии, для своих животных я сделала отдельные загоны. Здесь у меня стоят карнотавры, в следующем отсеке марилатопсы, отдельный загончик для игуанодона, скорпиончики, и в последнем загоне у меня стоят мои основные добытчики. Добытчики по камню, по песку, дереву и кремнию с металлом. Вот эти вот все заборчики и калитки, их добавляет мнемод. Очень удобно, животные свободно помещаются, их свободно можно вывести. На эти деревянные конструкции плюс еще не надо много ресурсов собирать, они очень простые. И что мне больше всего нравится, если, например, что-то не так я поставила, можно просто это подобрать и потом заново установить. Вот такие вот простые загончики и у меня теперь на территории больше места стало. Нет такого бардака, который был в прошлой серии, когда животные стояли прямо около дома и я в них просто бегала и запиналась. Коняшка моя, ребята, вы, наверное, уже увидели. Жеребеночек, которого мы приручали в прошлой серии, уже вырос, стал вот таким вот огромным. Я видела, что вы мне писали в комментариях, назови лошадь Максимус, но это у нас, ребята, кобылка. Кобылку я не могу назвать мужским именем, ну как-то будет некрасиво. Вот бабочку, да, нашу прекрасную бабочку, я назвала Прелесть, как вы просили. Она у нас девочка, ей имя подходит. Я еще приручила мотылька высокоуровневого. Пока собирала ресурсы, пока занималась крафтом, заметила его, он был высокого уровня, поэтому не стала упускать и подстрелила, усыпила и приручила на кибли. Записывать я это дело не стала, как я приручала бабочку, потому что в прошлой серии я уже вам показывала, как это делается. Так, яичко. Яички теперь собираю. Бабочка у меня неплохо стала нестись, потому что это у нас мальчик желтокрылый. И они теперь в паре мне хорошо несут яйца. По поводу электричества, ребятки. Построила вот такой вот отдельный сарай. В этом сарае я установила станок и поставила электрический генератор. Так что электричество у меня теперь есть. В этом станке у нас крафтится все, что нужно для электричества. Здесь и провода, здесь и розетки, и тот самый генератор, и фонарные столбы, тоже крафтятся в станке. Для того, чтобы провести электричество, много ресурсов не надо. Нам понадобится только металл, который, в принципе, очень легко добыть, особенно если у вас есть анкило, анкилозавр. Ну и электроника. Электроника крафтится из жемчуга и из того же металла. Жемчуга здесь на берегу у меня целая куча. Единственная сложность, это то, что на крафт некоторых вещей нужен цемент. Цемент я крафтила из хитина, плюс камень в ступке и пестики. Хитин добывается очень просто на этой карте. Здесь куча богомолов, куча жуков, скорпионов. Убиваете их и вот вам хитин. Ну и, конечно, полимер. Полимер можно скрафтить. Он крафтится из обсидиана и цементной пасты, но, на мой взгляд, это очень дорого. Проще набрать органического полимера. Очень много органического полимера падает с тех же богомолов. И еще я скрафтила вот такой вот нефтяной насос. Для крафта его понадобится не так уж и много ресурсов. Это кристаллы, все тот же металл и немного электроники. Так что я его беру. Сегодня мы с вами его установим. И мне больше не придется руками собирать нефть. Электрический генератор. За ним надо очень внимательно следить, потому что от жары он ломается. И надо его потихонечку, постоянно немножечко чинить. Еще я почти построила инкубационную. Потому что в скором времени мне придется украсть яйцо в виверн. И чтобы у нас вылупился маленький виверненыш, это яйцо должно пройти инкубацию. И вот в этом помещении, в этом здании, яичко будет как раз проходить эту инкубацию. Сюда я уже провела электричество. Единственное, что здесь не хватает, это кондиционеров. Потом надо будет скрафтить, поставить кондиционер. Свет тоже уже есть. И поставила холодильник, скрафтила. Здесь я коплю оплодотворенные яйца. Всех животных, которые у меня могут спариваться. Спариваю по кулдауну, по откату, стараюсь всех своих животных. И коплю яйца. Эти яйца мне понадобятся, чтобы потом приручить змею. Потому что змеи, как вы знаете, они приручаются только на оплодотворенных яйцах. Смотрите, ребятки, хотела вам еще показать. Мне в комментариях писали, но я сама не заметила как-то. Оказывается, вот эта вот птичка, она может делать лунную походку. Может ходить лунной походкой. Смотрите. Как прикольно. Я как-то не заметила сразу. Так, ладно. Чем я хотела сегодня заняться? Крафтить цемент в ступке, это, конечно, хорошо. Но в будущем нам понадобится много цемента. Для крафта того же оружия, для починки этого оружия. И постоянно крафтить цемент в ступке, это, конечно, будет очень долго и мучительно. Так что я хочу приручить охотину. Охотина это такая маленькая улиточка, которая производит нам охотиновую пасту, которая является аналогом цемента. То есть, по сути, она нам будет производить цемент. Но чтобы приручить такую улитку, нам понадобится сладкий кекс. Нужно будет сварить его. Чтобы сварить этот сладкий кекс, нам понадобится мед. Мед у нас производят гигантские пчелы. И вот на этой карте очень сложно найти такую пчелу. Я смотрела по Википедии, этих пчел можно встретить в каньоне, где есть вода. Вот эти вот голубые пятнышки на карте, это у нас водичка. И вот в этих местах, по идее, должны быть пчелы. Но водятся они там очень-очень редко. Так что нам, наверное, сегодня придется поискать, полетать, помучатся. И оказывается, эти гигантские пчелы, они приручаются не только на цветочках. Я-то думала, они едят только цветы, приручала их раньше на цветах. Но судя по Википедии, на них варится кибл из яиц ихтиорниса. Также они кушают и сырую, и жареную баранинку. Ну и вообще, в принципе, все кушают. Давайте мы себе приручим такую пчелку. Первым делом нам понадобится, конечно же, маскировочная броня, чтобы к ней подкрасться и покормить. И обязательно надо скрафтить средство от насекомых. Оно крафтится в ступке из лимона, моркови, наркотика и шкуры. Все ингредиенты я уже взяла. Все это в ступку, крафтим. 15 штучек у меня получится. Средство от насекомых, оно портится, так что лучше его хранить в холодильнике. Все, я подготовилась. Средство от насекомых у меня есть. Переоделась. Приручать пчелку попробую на жареной баранинке. Она, по-моему, лучше идет, чем цветочки. Ну, мне еще и интересно попробовать ее приручить на чем-то другом, а не на цветах. Теперь остается только ее найти. И это, наверное, ребята, самое-самое сложное на этой карте. Да, ребята, я вам скажу, что это просто какой-то капец. Вынос мозга и потеря времени. Я уже практически три дня бегаю по этому каньону, ищу пчелу или улей, и ничего. Неужели они настолько редкие? Наверное, мне придется и дальше добывать цемент при помощи хитина и ступки с пестиком. Потому что у меня уже просто нет сил бегать по карте, искать, и времени тоже нету. Если вы знаете какую-то информацию по пчелам на этой карте, то напишите, пожалуйста, подскажите. Или, может быть, я потом случайно все-таки увижу улей. Я пчелку приручу. Но сейчас, и правда, просто нету сил уже. Ни сил, ни времени бегать и искать часами. Просто тратить часы на вот эту бесполезную беготню и поиски пчелки. Неприятно, конечно, но что поделать. Я вообще даже уже засомневалась, что на этой карте есть эти пчелы. Хотя, по идее, должны быть. Пойдемте лучше, ребята, приручим змей на вот этих оплодотворенных яйцах. Так, перевес, перевес. А, у меня очень тяжелый насос. Насос я так и не поставила. Давайте-ка мы слетаем, установим насос. Я знаю, вот здесь место есть около дома, недалеко. Потом будем нефть собирать. Вот оно, место рождения нефти. Вот здесь я ковыряла ее киркой. Так, насосик на пояс. Кнопочка 9. Все, насос я поставила. Нефть, он у меня качается. Временем здесь у нас будет очень-очень много нефти. И все, что нам понадобится, это просто подлететь к этому насосу и собрать нефть. Теперь наша задача змеи. Змей здесь очень много. Вон, кстати, я уже вижу, одна ползает. Желательно, конечно, приручать маленького уровня, потому что чем больше уровень у змеи, тем больше яиц она сожрет. А нам зачем это надо? Спаривать животных тоже процесс очень долгий. Вот, 12 уровня змейка. Так, подлетаем к ней. Сейчас скину ей яйцо инвентарь. Яйцо карнотавра, ну-ка, кушай. Кушай, кушай, кушай. Съела, съела яйцо. Я, ребята, кстати, еще змей ни разу не приручала. Я знаю, как они приручаются в теории, да, но делаю это впервые. Насколько она приручилась? Наполовину, где-то наполовину. Нужно ей еще одно яйцо скинуть. А если кинуть ей яйцо, например, шипастого дракончика? Ну-ка на, ну-ка накушай. Блин, так ярко в пустыне. Плохо видно. Не ест. О, съела. Так, я приручила змею. Моя первая змея. Семнадцатый уровень. Беленькая. Кто самочка? Пола нет. В смысле пола нет? Змеи бесполые? А как же они яйца будут нести? Или они все несут яйца? Я их, ребята, приручаю ради яиц, потому что из их яиц варится кибол на сумчатого льва. Можно потом будет себе найти и приручить такого топового самого лучшего сумчатого льва и поднять его на кибли. У нас будет топчик. Так, одна змея у меня есть. Пойдемте-ка еще поприручаем. Хотя бы штучки 3-4, чтобы у нас было. Сейчас я возьму еще яйца. Вот еще змейка ползает. Так, двадцатый уровень нам сойдет. Давайте-ка скинем, катапультируем ей яйцо. Я заметила, что если змею взять в когти, да, унести там поближе к дому или куда-то в вольер кинуть, то яйца она не ест. Поэтому лучше ее приручать на месте. Вот где увидели, туда и кидайте яйца. По крайней мере, у меня не получилось. Она яйца не кушала. Ну-ка, давай, ешь. А, она меня пытается атаковать. Кушай, кушай, давай, вкусное яйцо. О, съела, умничка. Так, еще одно яичко сейчас ей скину. Давай, приручайся, красавица. Хотя она бесполая. Оно, красавицо, приручайся. Куда? Куда уползаешь? Сюда, 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 сюда. Вот яичко тебе. Не видит пока что. О, сейчас съест, заглотит. Съела. Ура. Так, вторая змейка, отлично. 29 уровня. Потащили ее домой. И еще парочку также приручу. Что-то так лежит около яйца. Прям яйцо под мордой. А заглатывать не хочет. О, съела, съела, хорошо. Умница. и еще одно яичко. Не видит. Надо ее подманить. А, долбаная свинья. Тебя мне только не хватало. Свинью надо убить, пока змея не уползла. Ползет сюда. Гадина ползет. Она маленького уровня, всего лишь четвертый, я боюсь ее нечаянно убить. еще капрозук с той стороны. Так, давай-ка мы тебя к яичку подведем. К яичку. Свинья бежит. Глотай, глотай, яичко. Есть приручилась. Так, надо ее срочно забрать, пока свинья не убила. Капанина поганая. Ах ты, грям. Точно, мы же ее так можем убить, чтобы не мешалось порвать кабана. Итого, у нас еще одна змейка. Я, конечно, не уверена, но, по-моему, чтобы они несли яйца, им надо поставить свободное блуждание. Я сейчас экспериментирую. Две змеи оставила здесь. яйца они мне пока не снесли. И три змейки я закрыла в инкубационной и поставила им свободное блуждание. О, яйцо. Здесь у меня такой гадюшник получился, просто жесть. Вот оно, ребята. Первое мое яйцо змей. Получается, ну-ка, покажи, точно, еще одно яйцо. Получается, змеи несутся, когда у них стоит свободное блуждание. Так, с этим я разобралась. Надо еще тех двух змеек сюда затолкать. Да, жестокий гадюшник получается. Для них здесь очень мало места. Они большие, надо строить им отдельный загон, так их держать не вариант. Построила я своим змейкам вот такой вот просторный загон. Здесь они могут свободно ползать и нести яйца. Нужно только их теперь туда всех перекинуть. Так, первая пошла. Сейчас ей включим сразу же свободное блуждание. Поведение включить блуждание. И всех остальных из своей инкубационной сейчас я перетащу. Ох, как они у меня могут порасползстись, потому что у всех блуждание стоит. Все, всех своих змей я перетащила. У всех стоит свободное блуждание. смотрите, прошло какое-то время, они мне уже нанесли кучу яиц. Вот у меня яичко. Ну-ка, дай-ка возьму. Как оно светится. Настоящий гадюшник получился. Вот еще яичко. Вообще яйца можно еще смотреть под змеями. Нажимаем кнопочку К английскую, включаем свободную камеру. И вот так можно посмотреть внизу под змеями есть яйца или нету. Вот таким вот образом можно набрать яиц, потом сварить себе кибол на сумчатого льва. Ну, я думаю, сумчатого льва мы найдем быстро, потому что их здесь много бегает. Можно побегать, поубивать низких уровней, и высокий уровень он обязательно появится со временем. На сумчатого льва нам понадобятся яйца, фиолетовые ягоды, кукуруза и мясо. По-моему, обычное вяленое, не первосортное. Сейчас проверим. Закидываем все это в котелок. А, и водичка. Да, конечно же, обязательно водичка. Набрать. Котелочек. Волокно есть. Ничего же не забыла? Пойдемте, пока кибол варится, еще раз к змеям сбегаем. Может быть, еще яйца появились. Да, вижу яичко. Одно только. Ну-ка, дайте взять. Развалились. Подобрать. Ну, вроде бы, пока что одно. Но несут они их достаточно часто. Да, все верно, кибол у меня варится, надо обычное вяленое мясо. Ну, яйца, как только мне змеи будут нести, я буду подкладывать и мы наварим с вами кибла. Думаю, к утру можно будет отправиться, снарядиться и поискать сумчатого льва побегать. Наступило утро, я снарядилась, беру с собой винтовку, побольше усыпляющих дротиков. Кибла у меня получилось 9 штучек. За ночь мне, получается, змеи нанесли. Осталось только найти сумчатого льва высокого уровня побегать. Так, вот одного нашла сумчатого льва. Уровень его 16-й. Блин, мелкий, придется убить. Мелких всех буду убивать и со временем большой уровень обязательно должен появиться. вон еще один ходит красивый беленький. Так, какого ты уровня? Блин, всего лишь 20-й, как обидно. Раскраска такая классная. Тоже убиваем. Эх, печалька. Посмотрела по википедии, чаще всего сумчатые львы должны появляться как раз около моего дома. Вон, кстати, еще один стоит. Так, что лучше, конечно, побегать вокруг дома. 56-й уровень. Ну, что ж, убиваем. Так, свинтус, беги своей дорогой. О, так и знала, что сейчас докопается. Так, ну, что, убьем тогда. И котика убьем, и свинтуса убьем. 56-й уровень тоже маленький. Найти бы 120-го, но какой шанс, что я найду 120-го. Ну, да, в этой области они встречаются почаще. Эх, тоже маленький уровень, четвертый. Так, что бегать буду около дома, вокруг зеленого обелиска, и будем надеяться, что здесь все-таки я найду себе сумчатого льва высокого уровня. А мелкого надо убить. глубокая ночь, товарищи, я нашла себе сумчатого льва, 104-й уровень, вот он ходит, только за мной погоня. Еще один лев увязался, но этот мелкий, вроде бы 20-й. Его убьем, и где-то целая армия троадонов за мной носилась, а вон они бегают. Так, ну моя цель, вот этот вот сумчатый лев, 104-го уровня. Здесь действительно около дома их очень много, намного больше, чем я искала до этого, бегала там к красному обелиску, в других местах, на самом деле, все это было около дома. Так, как бы мне его усыпить? Наверное, мой котик потерпит укус, и я ему хп качала жизни, 4,5 тысячи хп, я надеюсь, что он выдержит, давайте рискнем, постреляем, блин, традончики, надо сначала традончиков убить, они обязательно нападут, уже за мной носились, глаза так горят у них, бешеные, ночью становятся. Ну-ка иди сюда, мелкий, эй-эй, странно, не реагирует на меня, все равно загрызу, а, это, видимо, детеныш юный, есть попадание, бежит, бежит сюда, сейчас будет очень больно кусать, 104 уровень, хотя, терпимо, по 24 бьет, куда ж ты, смотрите, какой, к заду пристраивается, какой хитрый, ну да, думаю, котик мой выдержит, все будет хорошо, все будет хорошо, ну, теперь надо его охранять, кибал у меня с собой, наркотики, наркотики в котике в моем были, вот они, на всякий случай, пусть пока лежит, или может быть, может быть, его шипами оградить, давайте, наверное, я все-таки его шипами огражу, до дома сгоняю, вроде никого нету, я вернулась с шипами, вот он, мой котик лежит, давайте-ка, мы его оградим на всякий случай, так, у меня перевес, да, наркотики я выложу, дротики выложу, винтовку зарядить пулями на всякий случай, если кто-то припрется из хищников, так, шипы, шипы на пояс, можно, конечно, сидеть с ним, охранять его, но я боюсь, что не услежу, так что, лучше огражу, те же троадончики прибегут, рассвет, что ли уже, ребятки, смотрите, вон шипастый дракончик прется, 104, конечно, не 120, хотелось бы и повыше уровня найти, но, жалко было такого убивать, 104 тоже достаточно высокий, так что, приручим себе этого, а если вдруг, я потом встречу 120, то и 120 приручим, кстати, это у нас самочка или самец, это у нас девочка, надо ее наркотой попичкать, а то половина торпора уже закончилась, ну-ка, давай кушай, чтоб ты у меня раньше времени не проснулась, да, не зря я поставила шипы, хищные птицы понабежали целой пачкой, могли бы сейчас котикам его, ну, может быть и не убить, но покоцать точно, какая жирная птица, высокого уровня, что ли, ну-ка, 76, ну, давайте пробовать кормить скиблом, вроде бы проголодалась она, о, желтый аэродроп, сначала желтый аэродроп заберу, а потом будем поднимать сумчатого льва, львицу точнее, так, скоро буря, блин, еще кошак здесь, тушканчик говорит о том, что скоро будет буря, надо поторопиться, умри, кошка, умри, еще один, сумчатый лев, так, а ты какого уровня, 24, мелкий, зараза, он мне сейчас не даст аэродроп забрать, ну ладно, сразимся, тоже красивенький, беленький, ну что ж, они беленькие, все маленького уровня, так назло, на аргентависе стрелять нельзя, к сожалению, я бы его сейчас пристрелила быстрее, может я помогу птице своей, вот так вот, по-быстренькому, так, что у нас в аэродропе, фляжи, фляжи, это хорошо, синее седло на шилкопряда и лазерный прицел, фляжечки, да, я хотела себе скрафтить, теперь хоть их не придется крафтить, так, левушка, там кто ходит, гиена появилась, ни разу я не приручала сумчатых львов на кибли, всегда использовала жареную баранину, сколько он скушает кибла, не знаю, но сделаем, как обычно, кидаю кибл и мяско сырого, по идее, он скушает сколько надо, а потом будет кушать уже мяско, так, девочка поднялась, 155 уровень у нее получился, кибл я заберу, чтобы она его не скушала, это вдруг, если я встречу еще высокоуровневого, особенно, если это будет мальчик, приручим, а потом их можно будет размножить, хотя у нее окрас тоже симпатичненький, такой, смотрите, коричневенький, а мордочка почти белая, ну-ка проверим дамаг, 126, качаться она сейчас будет очень быстро, хпшечки 4300, наверное, дамаг покачаю, а потом немножко и жизни можно поднять, ух ты, ребятки, около дома ходит овис, прямо на обелиске, но приручить я его не смогу, потому что я уже говорила, чтобы его приручить, нам нужен сладкий кекс, этот сладкий кекс варится из меда, который, к сожалению, я сегодня не смогла добыть, не смогла найти дикую пчелку, на этом я серию закончу, с вами попрощаюсь, еще раз вам напомню, если вы знаете, как можно найти пчел на этой карте, то напишите, пожалуйста, в комментариях, буду очень вам благодарна, и потом приручу себе пчелку, а на этом все, всем до новых встреч, пока-пока!